здравствуйте друзья мои я вас безумно рад приветствовать в этом очередном выпуске моего персонального челленджа где каждый день я делаю видео на youtube несмотря ни на какие жизненные обстоятельства продуктивность должна быть ключом и продуктивность должна быть примером друзья мои я хочу чтобы каждый из вас кто смотрит эти видео старался повышать свою продуктивность и никогда не оправдывался тем что у него мало или недостаточно времени ребята сегодня у нас с обалденная серия вопросов от подписчицы которая задавала их в социальной сети контакт у нас будет четыре вопроса которые включают себя такие классные страшилки по поводу периодического голодания сейчас мы с вами разберем первый вопрос и каждый вопрос будет в отдельном видео потому что они заслуживают отдельного внимания и отдельных 3-5 минут времени в эфире ребята поехали разбираться с первым вопросом так первый вопрос у нас звучит следующим образом разве большие порции еды при приеме пищи не увеличивают или растягивают желудок глиночка обалденный вопрос поехали и я понимаю о чем вы думаете когда вы задаете этот вопрос и я понимаю основания которыми вы руководствуетесь при задании этого вопроса и вы имеете полное право это делать вы умница вы молочинка ребята если у вас есть вопросы пожалуйста обязательно пишите их внизу в комментариях потому что мы считаем каждый и разбираем впоследствии тоже каждый галиночка смотрите в чем основная проблема и заблуждение основная проблема и заблуждение заключается в том что вы думаете что даже если мы практикуем схему 22 2 или 23 на 1 что означает что если мы не кушаем 23 часа а кушаем 1 час ребята а подробнее о схемах питания на периодическом голодании по часовых 48 часовых 72 часовых пожалуйста ссылочку здесь обязательно нажимайте очень информативно и пока вы будете там обязательно посмотрите о инсулинорезистентности ребятушки но самое важное в этой схеме это не часы приема самое важное и это то что руководство галиной при задании этого вопроса это тип продуктов глиночка вы должны думать о типе продуктов если вы будете стараться набрать весь ваш калорийный профиль на сегодняшний день скажем полторы тысячи калорий из диетических назовем их так продуктов таких как куриные грудки или овощи что-то что дает нам очень малый объем калорий на объем пищи соответственно это будет давать вам вот таких размеров порции если вы представите себе следующий сценарий когда вы за 2 часа пытаетесь получить все 1500 калорий из которых у вас будут основой куриные грудочки 100 грамм дает нам 120 калорий вы представляете вы съедаете килограмм грудок что само по себе абсолютно нереально и вы получаете всего 1100 калорий но это же маразм естественно так не должно быть естественно такие приемы пищи ведут к увеличению желудка естественно такие приемы пищи которые не сводятся только к периодическому голоданию но и вообще к такому принципу как патологическая переедание тогда уже у нас и ожирение и вообще это уходит ногами в расстройство пищевого поведения это немножко другая история то что мы с вами практикуем то что я предлагаю это культура питания в первую очередь в основе которой лежит палеодиета и когда я говорю палеодиета это подразумевает что вы открываетесь открытие это что такое это когда вы не кушали например 22 часа и первый ваш прием пищи называется открытием он у вас состоит из яблочка и сыра например вы съедаете 100 грамм сыра и 2 яблока галиночка это уже 700 калорий а у вас общее окно 1500 затем у вас следует какая-то порция салата и например говяжий стейк и все в общий объем это далеко не 5 литров что такое 5 литров это баскетбольный мяч если вы будете это пытаться съесть из диетических продуктов общий объем это например литр в лучшем случае даже 750 800 миллилитров вот столько пищи если вы представите себе да вы ее пережевываете смачиваете ферментами внутри вашей ротовой полости проглатываете и затем ваш родулок это все переваривает вот такой объем пищи который насыщен полезными жирами насыщен медленными углеводами я сейчас не говорю о том что убеденные углеводы во фруктах я говорю что ваша диета не содержит себя пироженки и всякие торты вот эти переработанные свободные сахара я говорю что у вас есть фрукты у вас сбалансированная диета которая состоит из всех продуктов которые вы могли найти по принципу палео что такое палео обязательно смотрите ссылка здесь и тогда ваш объем не будет коим образом являться чем-то сверхъестественным а конечно это не будет вести к увеличению желудка не волнуйтесь это абсолютно не совсем корректно заданный вопрос потому что вы просто немного неправильными оперируете знаниями о продуктах я надеюсь что вот это видео поможет разобраться с этим первым таким страшилочным заблуждением которое мы с вами искореним огромное вам спасибо гриночка за ваш замечательный вопрос мы будем разбирать все три которые у вас еще есть ребята как всегда ставьте лайк этому видео пожалуйста подписывайтесь на канал нажимайте звоночек если у вас есть вопросы обязательно внизу их пишите в комментариях мы разбираем все читаем все и будем отвечать каждому друзья спасибо вам огромное и мы двигаемся только вперед